Исход 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 Сказал принести И Эти люди названы Мудрые сердцем И Люди несли И они очень много принесли Золото, серебра Драгоценных камней Несли Три дня То есть на третий день Люди, которые все это собирали Они знали сколько необходимо И они подошли к Моисею и говорят, все, достаточно. Люди даже больше принесли, чем это необходимо. И тогда Моисей сказал, все, стоп, достаточно, хватит. И все было собрано, все было готово. И Бог избрал двух особенных людей. И это люди, о которых говорится, они были впервые, впервые в Священном Писании говорится, что они были исполнены Духом Божьим, Духом Святым. И с 30 стиха, 35 глава. И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Бецалеля, сына Урии, сына Ора из колена Иудина. Исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди. И резать камни для вставливания реза дерева. И делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. И из Писания мы знаем, что Бецалель, он был из колена Иудина. Иуда, он являлся первенцем. А Аголиав, он был из колена Данова. И это колено, оно было самым маленьким. И это интересный такой прообраз. Если мы что-то делаем для Бога, нас Бог призывает что-то для Него сделать, то человек может сказать, «Да что я? Я маленький, кто я такой?» И Бог сознательно, то есть Бог взял из самого маленького колена, из колена первенца, из самого маленького колена человека. Это как прообраз для нас. Каждый, каждый находящийся здесь, он очень ценен для Бога. Писание говорит, что мы, мы как живые камни. Мы живые камни. И здесь я вижу также прообраз Бецалель, как служитель. Тут такая очень хорошая параллель. И мне вообще трудно представить, как в пустыне все это делалось. Если вникнуть, когда я вникал в эту главу, я как-то раньше не обращал внимания на то, что... Ну вы представьте себе, в условиях пустыни отливать серебро, расплавить, отлить в нужной формы, работать с камнями. И причем это нужно было делать искусно, на самом высшем уровне. И Бецалель, у него был дар учительства. Бог дал ему этот дар учительства. Он был способен научить других людей. И эту скинию сделали всего лишь за полгода. Это была очень непростая, сложная работа. Скинию и одежды для священников. И работа с камнями — это особенная работа. Я однажды общался с ювелиром. Парень, его папа работал, он был ювелиром. И мы общались с ним. Я говорю, ну, наверное, труднее всего обрабатывать алмаз. Он говорит, нет, нет, наоборот, алмаз, он хоть и твердый, но с ним легче всего работать. Самый трудный камень, самый сложный — это рубин. Рубин, он очень хрупкий. С ним надо быть очень аккуратным, чтобы он не лопнул. И здесь я тоже увидел прообраз, прообраз хорошо подготовленного служителя, исполненного Духом Божьим. И каждый, каждый из нас является для Бога драгоценным камнем. И этот камень нужно обработать, придать ему ту форму, которую запланировал Бог. У Бога для каждого из нас есть свой особенный план. Индивидуальный, а также план для всех вместе. И на этом камне нужно еще написать имя. Опять же, мне очень сложно, вот мне не хватает воображения понять, как это делалось в пустыне, как все это в то время, даже при современных технологиях, это сделать не так просто. Нужно иметь высокое мастерство для обработки камней, для того, чтобы написать это имя. Двенадцать камней. И в итоге, через полгода все было сделано, вся работа была готова. И готова на высшем уровне. И Моисей, он говорил Бециллелю вот так, так и так, но это еще нужно увидеть. То есть Дух Святой, он давал Бециллелю именно то, как это видел Бог. То есть он ему давал это видение, это понимание. И в точности, так как запланировал Бог, мы ранее читали, какими должны быть одежды священника, какая должна быть скинья, размеры, высота, материалы. Все было исполнено в точности. И накануне мы помним, были события, которые огорчили Бога. Богом и Моисея, это событие называется грех золотого тельца. И Бог показывает, нет, не золотой телес, не так, как кто-то из людей придумал, а будет так, как я запланировал. Будет не золотой телес, будет скинья. Скинья, где вы будете поклоняться, где я буду проявляться, особенно проявляться, буду показывать свое видимое присутствие. Вы будете видеть. Если раньше в Таре мы видим, что Бог иногда, время от времени, проявлялся, видимо, то здесь, когда создали эту скинью, когда ее поставили, то видимое присутствие Бога, оно было постоянным. И когда вот это облако и огненный столб, столб из огня. И как только облако начинало двигаться, скинья собиралась, люди собирались, все шатры собирались, и они, все общество Израилева двигалось туда, куда шел этот столб, туда, куда показывал Господь. И завершающая глава называется «Обкудей. Исчисление». Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровение, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором и Тамара, сына Ааронова, священника. Все, что сделал Моисей, все, что сделали эти мастера, было записано тщательно с нами Аарона. И Моисей предоставил отчетность. Отчетность во всем. Он отчитался за все материалы, сколько было дано килограмм серебра, золота. И здесь тоже очень интересный момент для нас. Как важна подотчетность. Подотчетность для человека, которому доверили материальные ценности. И когда такой подотчетности нет, мы видим в Писании, что с такими людьми происходит катастрофа, к сожалению. Мы очень хорошо знаем из Бритха Даша, из Нового Завета, очень хорошо знаем такого Иуду Искариота. И он предал своего учителя, он предал Бога. И все началось с того, что он воровал деньги, воровал деньги из кассы, из того ящика, куда давали, люди жертвовали деньги. И это привело его к тому, что он и учителя своего предал. Не дай Бог, не про нас будет сказано. И подотчетность, это важнейший момент в нашем служении, в том, что нам доверяют какие-либо материальные ценности. подотчетность, это важно в правительстве, да, мы можем видеть, что, к сожалению, бывает коррупция. Мы читаем журналистские расследования, когда в правительстве обнаруживается коррупция, коррупция, и нас это очень огорчает. Так не должно быть. Особенно, конечно, так не должно быть в обществе Бога, среди избранных. И вот, вот скиния готова. Скиния готова, и Бог является в ее присутствии особенным образом. Это кульминация вообще всей книги исход. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свои. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над Скинею днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего Дома Израила во все путешествие их. Аминь.